Конфликт Ирана и Азербайджана. Безопасна ли Волга для купания? Обычно у нас качество воды соответствует третьему классу. То есть это умеренно загрязненные воды, но в местах сброса восточных вод, в местах, где имеется интенсивное антропогенное воздействие, местами доходит и до четвертого класса. Это уже грязные воды. Буккроссинг вновь пополняет свои ряды. Самое главное, хочу отметить, что книги на этой эпохе можно брать для того, чтобы заниматься не только в нашем читальном зале, но и, конечно же, взять домой, пополнить свою домашнюю библиотеку. Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Анастасия Кузьмина. В Казахстане состоялась образовательная выставка-презентация российских вузов «Учись в России», направленная на привлечение казахстанских абитуриентов к обучению в российских университетах. Казанский федеральный университет на мероприятии представляли заместитель директора по международной деятельности Института экологии и природопользования Тимур Ауходеев, ответственный по международной деятельности Института физики Улбек Садиев, заведующая сектором интеллектуальные транспортные системы, Института вычислительной математики и информационных технологий Камилла Смольникова. Отношения между Азербайджаном и Ираном, которые в последние годы уже не раз переживали кризисы, достигли своей низшей точки. Подробнее в следующем сюжете. Азербайджан и иранские отношения отличаются особой спецификой. На протяжении многих столетий эти две страны и два народа были частью одного государства. Как так исторически сложилось, что две пограничные страны – враги друг друга. В период времени между Азербайджаном и Ираном существует определенное напряжение в международных отношениях. И вызвано оно целым рядом факторов. Часть факторов является, скажем так, накопительной по мере возникновения различных региональных и международных проблем, а часть является конкретными. Напряженность в отношениях между Баку и Тегераном, наблюдающаяся после Второй Карабахской войны, вышла на новый уровень после 27 января 2023 года, когда в результате вооруженного нападения был убит один и ранены двое сотрудников посольства Азербайджана в Иране. Азербайджан требует не только справедливого расследования, но и сворачивания антиазербайджанской кампании в иранских СМИ. Иран ведет ее потому, что недоволен активизацией отношений между Азербайджаном и Израилем. Баку же явно не настроен отказываться от сближения с Тель-Авивом. Значит, кризис продолжится. И вот данное событие, произошедшее в январе 2023 года, оно привело к обострению ситуации в отношениях между двумя странами. Ну и вот, в частности, Азербайджан потребовал от Ирана провести всестороннее и, так сказать, открытое расследование данного преступления и наказать строго тех, кто совершил данное преступление. Ну вот, с точки зрения оценки Азербайджана, вот, убийство Азербайджана поддерживает дипломатические отношения и с Израилем, и с Соединенными Штатами Америки, то время как Иран этими тракцией, ну и вообще существует достаточно многолетние противоречия между Ираном и вот Израилем и Соединенными Штатами. Вот этих противоречий, в принципе, между Израилем и Соединенными Штатами, с одной стороны, и Азербайджаном их нет. Вот. А между Израилем, США и Ираном такие противоречия есть. Поэтому вот Иран здесь говорит о том, что нормализация отношений с Азербайджаном, возможно, только в том случае, если Азербайджан не будет поддерживать отношения с Израилем. Сейчас в Иране проживает в три раза больше азербайджанцев, чем в самом Азербайджане, и они заставляют опасаться появления сепаратистского движения. Поэтому Иран считает Азербайджан потенциальной проблемой, и Армения в этом может стать важным союзником Ирана. Для Ирана дружба с Арменией становится способом поднять отношения с христианским миром и надавить на Азербайджан. Иран оказывает главным образом политическую и экономическую помощь Армении, обесценивая блокаду со стороны Турции и Азербайджана. Армянские страны, что, конечно, очень негативно воспринималось Азербайджаном. И вот здесь, как бы, на фоне влияния третьих акторов, третьих стран, вот, например, Азербайджану крайне нравится то, что Иран поддерживает Армению на горно-карадатском вопросе. А, в свою очередь, Азербайджану не нравится, что... Вернее, а в свою очередь, Ирану не нравится, что Азербайджан имеет дипломатические связи с Азербайджаном и Соединёнными Штатами Америки. Вот это влияние, как бы, на отношение двух стран, фактора третьих стран, Вот это вот та проблема, которая, в принципе, сегодня действительно обостряет обстановку между двумя этими странами. Но на данный период времени пока, вот, как бы, выход из этих ситуаций в эту сторону и здесь вектор в эту сторону. Поэтому, вот, как их расстыковать? Для России и Азербайджан являются важным стратегическим партнёром, и Иран являются важным стратегическим партнёром. Особенно это происходит, когда сегодня вокруг России сложилась ситуация международной изоляции, да. И для нас, вот, отношения с Азербайджаном и с Ираном крайне важны. И поэтому в интересах России, чтобы между двумя этими государствами не было острых противоречий, чтобы Россия могла, так сказать, взаимовыгодно сотрудничать с каждым из этих государств. Россия является союзником практически всех стран, состоящих в конфликте. Поэтому в её интересах, чтобы данный конфликт не прирос вооружённый. Екатерина Аскарова, Универньюс. Смогут ли казанцы и дальше посещать местные пляжи? На данный момент Волга серьёзно страдает. Предприятия Татарстана разрушают состояние реки и ставят под вопрос её безопасность для людей. Репортаж Алины Сафиной. 28 марта был анонсирован запуск федерального проекта по очистке водоёмов. Запуск планируется в 2025 году. Перечень водных артерий планируется включить Иртыш и Дон, Амур, Урал, Неву, Волхов, Терек, озеро Ильминь. Таким образом, проект охватит практически 85% населения нашей страны. Также было подтверждено, что запуск был одобрен президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Для начала будет проведена полная инвентаризация водных объектов и определение самых загрязнённых. После чего начнётся очистка русел и устранение наносящих вред для экологии объект. На данный момент в России уже действуют три экологических законопроекта – оздоровление Волги, сохранение озера Байкал и сохранение уникальных водных объектов. Конечно, мероприятия, которые включены в эту федеральную программу, неполные. И, конечно, их надо дополнять, потому что в основном у нас сейчас выполняются реконструкции и ремонт очистных сооружений, берега укрепления, где это необходимо, озеленение береговых полос и подъём затонувших кораблей и плавсредств. Это важное мероприятие, несомненно важное, но они не исчерпывают, конечно, всю необходимую работу по оздоровлению водных объектов, по их очистке. Поэтому на самом деле делать надо гораздо больше. На данный момент опасности загрязнения больше всего подвержены крупные реки Сибири и основная водная артерия европейской части России – Волга. Главными причинами этого являются химические отходы, такие как удобрения, тяжёлые металлы, углеводороды и бытовые. Также подобная проблема не обходит стороной и Республику Татарстан. В настоящее время состояние многих малых рек является неблагополучным. Уменьшается их водность, снижается качество воды, особенно изменяется сток, что приводит к их обмелению и пересыханию. Сегодня вода Свияги имеет только четвёртый класс качества, то есть она попросту грязная. Такое же состояние и у Казанки. Обычно у нас качество воды соответствует третьему классу. То есть это умеренно загрязнённые воды, но в местах сброса сточных вод, в местах, где имеется интенсивное антропогенное воздействие, местами доходит и до четвёртого класса. Это уже грязные воды. Но я считаю, что федеральные программы должны уделять внимание, во-первых, и научному консультационному сопровождению, и мониторингу состояния водных объектов, чтобы точно знать, где, что и как надо делать, и оздоровлению именно в местах сброса сточных вод. К примеру, Кубышевское водохранилище у нас разнородное. И вот мы были в экспедиции много лет по так называемым плавучим университетам. Вот за последние 4 года экспедиции показали, что район города Казани, например, отличается по степени загрязнения от районов выше и ниже. То есть, например, ближе к Камскому устью вода чище, чем в местах сброса сточных вод и вообще в местах расположения города Казани. Поэтому именно здесь надо проводить немало работ, на мой взгляд, по очистке донных отложений, по аэрированию в местах выброса сточных вод, по удалению мест сброса сточных вод. Вот такую работу надо проводить. Загрязнение водоемов на данный момент является одной из острых проблем. Несмотря на активное участие властей в борьбе с ней, она останется актуальной до тех пор, пока люди не перестанут забрасывать отходы и не начнут самостоятельно заниматься чисткой и устраивать субботники. Ариана Поленова, Фарид Захит Аглы, Универньюз. Грамотным быть модно. Как студенты КФУ изучают русский язык в формате игры? Ответ ищите в нашем следующем сюжете. В научной библиотеке Казанского Федерального Университета проходит тематический букроссинг, который посвящен изучению русской письменной речи. Букроссинг – это обмен книгами. Человек после прочтения оставляет книгу в общественном месте, например, парке, кафе или библиотеке, для того, чтобы другой, случайный человек мог эту книгу найти и прочитать. Предполагается, что тот, в свою очередь, повторит это действие. Самое главное, хочу отметить, что книги на этой полке можно брать для того, чтобы заниматься не только в нашем читальном зале, но и, конечно же, взять домой и пополнить свою домашнюю библиотеку. На открытой книжной полке КФУ расположились словари, сборники с упражнениями на пунктуацию, орфографию, печатные тренажеры, учебники по фонетике. Букроссинг привлек внимание не только любителей постоянно совершенствовать русский язык, но и иностранных студентов Казанского Федерального Университета. Ну и, конечно, самый большой интерес вызывают все-таки грамматические словари, поскольку у нас студенты учатся различных стран. И вот как мы обратили внимание, что все-таки эта полка заинтересовала больше студентов из других стран, которые изучают русский язык как иностранный. Книга «Ворот» дарит изданиям новую жизнь, ведь книга после прочтения не просто лежит на полке, а используется по назначению заинтересованным читателям. Научной библиотеке КФУ тематические букроссинги стали регулярными. Они привлекают все больше читающих студентов. Карина Бравцева, Александр Кузнецов, Универньюз. Президент России Владимир Путин определил Казань местом проведения в 2024 году встречи глав государств БРИКС. Председателем Арккомитета по подготовке председательства назначен помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков. На этом все. В студии была Анастасия Кузьмина. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин